После майских праздников уже многие в России знают, как расшифровывается аббревиатура БПА. Без посадки авто нет. Это автомобильное движение возникло не так давно, уже объединяет десятки тысяч людей. Все они переделывают свои автомобили так, чтобы машина почти лежала на дороге, как гоночный спорткар. Только подрезают рессоры в основном ладом. Известность на всю страну БПА получила после событий в Сургуте 5 мая, когда полиция остановила целую колонну автомобилей на заниженных подвесках. И до сих пор выясняет, почему из машин выудили тогда кучу бейсбольных бит. БПА это уже скорее новая субкультура, которая к тому же представляет собой торжество интернационализма в Новой России. Движение объединяет славян и кавказцев. Причем мода на машины с заниженной подвеской, говорят, пришла именно с Кавказа. Беспросветная езда. Роман Супер разбирался в тонкостях новой автомобильной субкультуры. Огни света фонарей, ксеноновый бликфар, приора на посадке вгрызается в туман, рассеивает дым зажаренный седан. Мы не преступники, нам просто так комфортнее. Не могу понять, кому мешают наши стекла. Эффектно плаваем в своих районах, городах. Ну и далее по тексту. Припев два раза. Не опущено, а занижено. Правильно лежит, сведу обездвижено. Что же вас объединяет, в чем же ваш секрет? Беспосадки авто нет. Ну раз теперь про них и песни сочиняют, значит они точно есть. Странные люди. Хотя на самом деле нет. У меня Лада Гранта. Приехали мы на, так сказать, сходку беспосадки авто нет. Это наше движение. Это моя машина, моя первая машина. У нас 21-14. Я уже, она 10-го года. Они спиливают амортизаторы и делают посадку своих машин более изящной. Хотя на самом деле нет. Начали сажать, начали резать куржины, потом начали ставить короткоходки. Тоже занижающие куржины, амортизаторы. Потом дошли до пневмоподвески. И сами тачки становятся как будто привлекательнее. Хотя на самом деле нет. Изначально я хотел как бы русскую машину. Потому что вот всякие вот иномарки в районе 350 тысяч, допустим, как приора. Но вот лично для меня это не то. Вот уж точно. Первая приора для Алика Гасаева как первая любовь. Ему только-только стукнуло 18. Он получил права, накопил денег. И дальше сплошная страсть. Это тоже как бы такой временный вариант. Тоже опять-таки к середине лета будет такой грамотный инстал. Потом, как водится, с любимой ему стало скучновато. И человеческие цивилизованные отношения закончились. Только болгарка. Только хардкор. С близким другом поехал. И в гараж. И на самом деле все это сделали. Так приора Алика обеднела на три с половиной витка на каждом колесе. А сам Алик стал членом самой странной, но с каждым днем разрастающейся секты. Любителей русских автомобилей с отрезанными пружинами. Закадровый смех. Огни, света, фонарик, синоновый блик, фар. Приора на посадке вгрызается в туман. Рассеивает дым. Зажаренный седан. И разве мог Аликс Болгарке в гараже подумать, что через пару месяцев к этой нелепой секте любителей плохих искалеченных машин будет приковано внимание всей страны. Пятое мая. Окрестности Сумбута. По трассе в сторону города едут около сотни автомобилей с низкой посадкой. Те самые Приоры до Калины едут на очередную автомобильную сходку. Вдруг ОМОН. Вдруг все на асфальт. Моего ребенка избили. Я сейчас это так не оставлю. Поедем в штраффункт и все. Заяву про город. Избили и задержали десятки людей, многим из которых 18-20 лет. Участники той колонны говорят, что везли в детский дом игрушки и деньги. Полицейские настаивают на битых и травматических пистолетах, которые якобы были изъяты у автолюбителей. Вытащили, начали пинать там. Ничего не говорят, пацаны. Говорят же по телевизору, да, то, что кавказцы там нарушают, что-то делают. Ну, сами же обострять они. Полицейские утверждают, что предотвратили кровавую разборку в городе. Но разве так бывает, что на разборку едут 100 машин с одинаково срезанными амортизаторами? Да еще и в годовщину создания клуба в любитве низкой посадки. Никакого кипиша в городе не собиралось. Мы должны были собраться, постоять дружно, пообщаться. Новые знакомства, общий интерес, как-никак все-таки. И тут же заговорили о национальной и религиозной подоплеке. Якобы унижали только парней из Дагестана и Чечни. Якобы оскорбляли чувства мусульман. Вдвойне обидно. Ведь так долго нащупывали хоть какой-то интерес, который объединил бы и Витька, и Руслана, и Серегу, и Марата. Вот у меня, честно, здесь появилось очень много друзей, с которыми я общаюсь, и у нас нет такого, ты мусульманин, христианин и так далее, да. Мы все здесь одни едины, у нас один стиль. На их сходках это заметно сразу. Парадоксально, но нелепые тачки с подрезанными пружинами, кажется, впервые по-настоящему примирили всех. Очень много русских парней, которые уже, ну, как помешались на посадке, на автозвуке. Ну, кружим, да, нету, то что вот там русских там верутся, все как родные. Все, как всегда, подсмотрено за бугром. Кадиллаки, Линкольны, Шевроле. Мода на лоу-райдеры, низкопосаженные машины, началась еще в годы Великой Депрессии в городах Южной Калифорнии. На нас эта мода смутных времен в суверенной интерпретации свалилась сверху. В смысле, чем выше горы, тем ниже посадка. Началось все, как, в общем-то, и правильно говорят во многих средствах массовой информации, с районов Северного Кавказа, Ставрополя и так далее. Это регионы, где, с одной стороны, традиционно достаточно хороший асфальт, и, по сути, дорожный просвет не имеет большого значения. Суть вероучения очень простая. Чем ниже машина, тем круче. Идеально, конечно, чтобы просвета не было вовсе. И плевать, что денег на козелак ни у кого нет. И плевать, что это не американская трасса, а автобан из Новогиреева в Реутов. В конце концов, есть же доски, которые всегда выручают. Алик шаг за шагом погружает в тонкости этой неуловимой для простого человека любви. Вот есть, например, в их движении клоуны-подражатели. Короче, не тру. Есть как бы девятки такие, которые все в наклейках, тоже типа опущенные. Там на каких-нибудь некрасивых литых дисках маленького радиуса. Вот это да, это типа низкий таз радует глаз, там что-то в этом духе. А вот приора в таком как бы строгом стиле, это не к ней, это не то. А есть люди уважаемые, респектабельные. Например, легендарный Витя на прокаченной калине. О нем в городе говорят с придыханием. Витя! 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 На любой сходке Витину-Калину всегда окружают пергидрольные красотки. Попасть в салон к Вите нереально. Сами подумайте, настоящая пневмоподвеска на калине. Все, я закончился. Давайте еще раз переснею. Гигантский сабвуфер не оставляет места в багажнике даже для огнетушителя. И никаких шансов барабанным перепонкам и здравому смыслу он тоже не оставляет. Осталось только понять, как со всем этим пройти техосмотр. Хотя какой там техосмотр? Ведь почти изобретено лекарство от ксенофобии. Роман Супер и Сергей Лисневский. Гараш и Болгарка. Программа неделя.